В этом году мы отмечаем годовщину со дня начала Курской битвы, одного из самых масштабных сражений Второй мировой войны. Она продолжалась с 50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 года. Именно после нее гитлеровцы только отступали и оборонялись. По своему рассочению и упорству эта битва не имеет себе равных. В Чувашии живет участник тех далеких событий. 89-летний Александр Перепелкин. До сих пор отлично помнит имена друзей, товарищей, командиров. Кто вместе с ним пережил это непростое время. Чтобы услышать все из первых уст, наша съемочная группа отправилась в гости к ветерану в «АллатРь». Выхожу и слышу разговор моей мамы с соседкой. Соседка говорит моей маме, Наташ, ты счастливая, твои-то не успеют на войну, а мои, наверное, там. Понимаете ли? Я спрашиваю маму, а что война началась? Саша Перепелкин еще учился в школе, когда началась Великая Отечественная война. Вспоминает, как мигом упустила вся деревня. Я никогда не забуду, как троим они шли. По три человека, впереди лошадь всяким и сзади. Сразу, хотя деревня небольшая, но сразу шло человек пятьдесят, понимаете ли? Потом и лошади ушли, у нас машин колхоз, у нас очень хорошие были машины, трактора, все ушли. Осталось на нас. Когда немец подходил к Москве, вы помните, это конец ноября, начало декабря, я и мои товарищи, почти все, подали заявление на фронт. Тридцать пять человек вызвало, а надо только тридцать. Он отсчитал, сколько человек там, и опять человек в сторону. И вы знаете, они заплакали, что их не взяли на войну. Представляю, как мы любили родину. Любовь к родине привела вначале в Саранское военно-пехотное училище, а потом и на фронт. Молодой лейтенант сразу попал в самое пекло на Курскую дугу. Бои страшные были. Такой огонь, такой залп ударил по немцам, что невозможно. Ну, а потом мы перешли в наступление, форсировали АКУ. Пантоны сразу немцы разрушили. И я, командира роты, ранила. Фактически я организовал из веревок такие через воду переправу. Сумел переправить и рот, а потом и весь батальон переправился. За это меня наградили орденом. Из всего их выпуска 53 человека. В живых остались только трое. Сам Александр Андреевич после тяжелого осколочного ранения был демобилизован. С тех пор рука не хочет слушаться. Это память о войне, которая для Александра Перепелкина получилась такой короткой, но такой незабываемой. В Горький направили в госпиталь. Там мне вот эту руку сложили, но сложили, видите, неправильно ее кости. Шесть лет выходили кости из этой руки. После госпиталя оказался в Москве и задержался там на пять лет. Поступил учиться. Получив специальность преподавателя истории, Александр Андреевич вернулся в родные места и обосновался в Алатарском районе. Стал работать завучем в школе. Затем возглавил районный отдел народного образования. Воспитал не одно поколение достойных учеников. Но главное место в его жизни занимает семья. Дети, внуки, правнуки и верная жена, с которой рука об руку они идут уже почти 60 лет. Для меня она пушкинская женщина. И будет верная подруга и добродетельная мать. И вот я именно выбрал ее такой. Забот больших у меня нет. По дому он решает все вопросы сам. Но советуемся, конечно. Совет да любовь у нас. Сейчас, когда заслуженному учителю уже под 90, он не сидит на месте. Вон они, яблоки. Я оборвал все. Могу и выше нужно. Яблоки и груши, которые выращивает в своем саду Александр Андреевич, известны на всю округу. А имя ветерана знает и старый млад. Живой пример стойкости духа, мужества и безграничной любви к родному государству. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.